здесь будет стоять батарей буфер так ставим батарей буфер вот в эту сторону и можно закинуть сюда батареечки всем привет в этой серии я планирую заняться строительством ветряной электростанции в прошлой серии я выполнил задание и сделал так вот кинетический генератор но я планирую делать четыре ветрогенератора поэтому за кадром я докрафтил еще три таких генератора но и кое-какие еще вещи значит 4 кинетических генератора есть есть пара батарей буфера четырех готовых на 512 парочка трансформаторов куча различных проводов в основном это четырехжильные немножко фольги и вот такой вот сплав еще нажарим energy секс алоэ из него я планирую делать роторы но об этом чуть позже поговорим ну и так как часто я этой пылькой стал пользоваться то здесь я даже решил поставить на миксер интерфейс и записал различные рецепты чтобы получить эту пыльку и так что касается самого ветрогенератора значит все необходимые для этого компонента уже отмечены вот это вот блок оказался не такой страшный в отличие от мотор машинки сенка здесь всего лишь используется стальные пластинки шестеренки и фреймбокс значит все необходимые для ветрогенераторов есть и уже выложено верстаке осталось только собрать сами ветрогенераторы в количестве четырех штучек готова задание выполнено скину их сюда в награду здесь предлагают сумку четвертого тира на выбор стержень из закаленного железа две штуки или два ротора из нержавейки возьму здесь сумку четвертого тира посмотрим что за задание здесь новые открылись это сделать ветрометр для этого нужно еще вот такие различные детали отметить и открылся доступ на ротор и ну я уже посмотрел что за роторы здесь есть кое-что потестировал в креативе поэтому мой выбор остался на роторы из energy секса лое но чуть позже думаю мы поговорим о роторах начать я думаю стоит ветрометра значит требуется малый силовой агрегат алюминиевый ротор пластинка из нержавейки две штуки так что касается ротора рецепт я не кодировал ладно возьму 5 слитков и закину их вот сюда аккумулятором не должен быть до лежит аккумулятор но есть что можно было бы вот этот вот аккумуляторный ранец под разобрать в обычном ассемблеры с него можно получить обратно не зараженный аккумулятор в количестве шести штучек дальше закинем точнее не закинем а возьмем ротор и закажем нержавейку пластинки в количестве двух штук на что еще требуется винтик из нержавейки шестеренка из нержавейки что касается малого силового агрегата здесь я по заданию крафтил парочку совершенно не нужных мне инструментов это электромотыга и электрокраник посмотрим из чего они сделаны значит здесь есть силовой агрегат аккумулятор ну-ка какие детальки из стали электрокраник тоже не особо полезный компонент содержит но самое главное есть силовой агрегат посмотрим мощный рецепт это пара электросхем мотор рецепт несложный но инструменты нужно давать вторую жизнь точнее деталям из которых они сделаны и у меня где-то проблемы с энергией начались я думаю стоит тормознуть центрифугу боюсь кого у меня не стало им есть сеть так посмотрим что касается пластина пластинки есть шестеренки две штуки на заказанные винтики насколько я помню не кодировал из нержавейки так есть болты рецепт заказываю болтов и посмотрим силовой агрегат есть так остается один винтик сделать и парочку шестеренок возьму один болт и шестеренки тоже уже готовы так скидывай сюда все детали отмечены запишем рецепт и выложим витрометр готов задание выполнено значит награду здесь предлагает на выбор все четыре штуки железные леса 8 пластинок из нержавейки и рисунку четвертый тир посмотрим как крафтся железные леса фреймбокс из железа пластинка железа и стальные винтики в ассемблере еще проще железо не такая дефицитная вещь хотя у их очень много предлагают в общем не надо возьму здесь сумочку попытаюсь свою удачу так сейчас дождик вообще вот в этом задании есть некоторые описание о том что ветер это вообще такая штука рандомная но может быть либо сильным либо слабым самая сильный ветер находится на высоте 160 блоков то есть чем ниже этой отметки тем ветер слабее становится но и чем выше это отметки то ветер тоже соответственно слабее становится поэтому монтируйте собираюсь все на высоте 160 блоков а еще здесь сказано что в дождь силы ветра возрастает на 20 процентов и в ураган на 50 процентов не знаю что такой ураган но возможно это когда раскаты грома у меня дождитесь частое явление хотелось бы сейчас померить какая сила ветра здесь находится ну для начала зарядим ветрометр посмотрим пока что на роторы роторов не так много различных вариантов в отличие от роторов для паровой турбины а и не все мне доступно значит деревянный ротор требуется нержавейка дальше есть еще остальное так я что-то промотал железный ротор далее идет здесь уже используется титановые кольца и железо из energy секса во им именно такие четыре штуки хочу себе скрафтить здесь нержавейка и сам этот вот расплав дальше стальной ротор мне недоступен потому что здесь используется вольфрамовая сталь углеволоконный здесь нужен иридий но дальше идет из вольфрама опять же полностью сделанный потом из иридиума опять из вибрант алоэ доступно но сам материал по себе очень дорогой поэтому для меня это непозволительная роскошь здесь хромовые колечки используется ну и сам вибрант алоэ но еще здесь ротор из иридиума опять же мне недоступно все эти роторы различаются по некоторым характеристикам это минимальное требование по силе ветра то есть самый простой это 10 дальше 14 и так по возрастающей пошло но есть еще характеристика максимально силы ветра а то есть здесь деревянного ротора это 60 единиц сила ветра максимальная а если ветер будет с большей скоростью дуть то ротор будет изнашиваться с очень большой скоростью я до конца не разобрался вообще какая привязка идет к энерговыработки но в целом я ротор и потестировал и меня вполне устраивает и ротор из энергии сикса лое значит железный сила ветра от 14 до 75 энергии сикса лое от 12 до 80 она у меня может случиться такое что он будет быстро изнашиваться потому что ураган у меня частенько бывает дальше стальной 90 максимальная сила ветра углеволоконы 110 далее 120 130 а вот из юбранта от 16 до 160 неплохие характеристики но и из иридиума от 18 до 320 так посмотрим где у меня ветрометр посмотрим силу ветра какая сейчас у меня здесь в дождь но на этой отметке силоветра 15 но я думаю стоит подняться повыше и посмотреть приближаемся к отметке 160 ну вот сейчас в дождь здесь 39 силоветра но если мы выше поднимаемся то ветер слабеет соответственно ниже отметки 160 ветер опять же слабеет соответственно на высоте 160 блоков я собираюсь монтировать ветрогенераторы а теперь займемся самими роторами значит я почитал ну я запасом сделал слитки подсчитала 200 слитков этого сплава потребовалось на 4 таких ротора вот эти стержни очень долго кстати делаются около двух минут значит еще потребуется на роторы колечки из нержавейки 5 слитков управляю вот сюда рецепт у меня уже записан вот он значит соответственно вот эти вот штуки дальше сами лопатки или лопасти делать с используем нержавейки ну и кое-какие инструменты на скидываю все это дело в мне сеть и попробую потихонечку делать заказ наш на штук должно получиться отлично что на штук есть заказываем сами роторы так это надо скинуть сюда так они не стакаются 4 ротора есть хорошо с этим разобрались а далее что касается места расположения квест выполнен то есть здесь не все нужно крафтить а какой ничь вариант ротора наверно а предлагает еще вот таких лопаток из energy sex сплава или лопасти из углевого окна здесь я по времени награды забирать пока не буду посмотрим что здесь задание сделать трансформатор но соответственно я подготовит раз армата потому что на такую высоту в 100 блоков большие потери будут без повышения напряжения трансформатор у меня есть отметили моего задания что еще серебряный кабель под нажимаем за зачем вопрос только на но у меня тогда вы жилье есть закажем проводочки здесь есть что-нибудь нет здесь ничего нет закажем проводочек тогда не обрезинен его так это я скину сюда чтобы не попыталась вымесить и проводочки есть скинем а тоже сюда посмотрим что здесь награды предлагают 8 нержавейки батареечку энерго пыль или сумку 4 тир пока тоже не буду забирать награду пускай полежит батареечки кстати тоже сделал восемь штучек так теперь что касается месторасположения значит у меня здесь стоит мировой якорь который подгружает три вот этих чанка ну правым головой я не хочу лепить ветрогенераторы у меня здесь есть некая возвышенность к тому же я расширил базу вот в эту вот сторону и здесь вот такие же есть три чанка здесь я поставил в центре чанк лоудер и хочу располагать ветрогенераторы вот в этих трех чанках где-то вот на этой линии я даже уже определил место где у меня будет спускаться провод первое с чего я начну монтаж вообще это то что по дому кабель на необходимо мне высоту вообще вот это вот точка является тем местом откуда у меня должен быть самого верха спускаться кабель но здесь как-то некрасиво будет посередине этот провод поэтому я думаю под потолочком подвести немножко сюда и здесь вдоль стеночки он будет более аккуратно спускаться поэтому здесь я поставлю кабель конечно же сразу же прикрою фольгой для эстетичности фольги с большим запасом сделал когда я занималась тестированием я почему-то не понял раньше провода горели если на них попадает попадают капли дождя но пока я тестировал почему-то возгорание так и не произошло не знаю может быть что-то поменяли механики но вот механизмы продолжают взрываться если попадает под дождь в общем я пока подведу кабель наверх и мы тогда уже продолжим кабель проложен пришлось сделать здесь площадочку чтобы пропустить ночь сейчас я нахожусь на отметке 159 скорее всего значит здесь у меня будет ставить трансформатор который будет работать в повышающем режиме можно было бы обойтись здесь одножильным кабелем она это как задел на будущее чтобы потом не менять кабель одножильный на четырехжильный ведь рано или поздно я дойду до того что вот этот кинетический генератор сделал уже следующего тира он будет выдавать 2000 в тиг соответственно останется здесь только снять трансформатор и также с этих на ветрогенераторов снимать энергию и доставлять на базу поэтому здесь четырехжильный кабель я использовал значит повышающий режим включен посмотрим соединил ли там снизу и разворачиваем его вниз а значит дальше что к сожалению вот это вот кинетический генератор не можно напрямую отдавать в трансформатор не знаю почему он отдает только через провод поэтому здесь будет стоять четырехжильный провод дальше что касательно сторон в эту сторону у меня будет стоять еще один генератор а в эту сторону два генератора поэтому расстояние между ними будет 14 блоков я посмотрел я когда тестировал то самые большие ротор использовал как раз таки они имеют размах где-то такой что лучшее расстояние между ветрогенераторами использовать в 14 блоков так 14 блоков здесь ну и собственно вот здесь будет стоять сам ветра генератор оставлю кинетический генератор сначала и к нему ветрогенератор готово однисно здесь проверить правильном или направлении выход энергии поэтому я сюда сейчас поставлю ротор ротор крутится и здесь энергия выходит значит все правильно стоит остается только подсоединить проводочек ну и конечно же я все это на всякий случай закрою фольгой значит трансформатор я тоже закрою фольгой вот с этих вот сторон на всякий случай чтобы ничего не произошло страшного ну и поставлю здесь следующий кинетический генератор да конечно неудобно работать на высоте отличная энергия выходит в нужном направлении здесь можно тоже подсоединять дальше у меня пойдет двухжильный алюминиевый кабель потому что соответственно в эту сторону будет стоять еще два ветра генератора здесь также 14 блоков будет на 15 будет стоять сам генератор кабели проложены стоят на местах своих генератор им укрытостью фольгой можно ставить сами роторы ну теперь если посмотреть относительно привязки чанков то у меня получается здесь зазор в один блок дальше вот эти два стоят прям по границе среднего очанка ну соответственно вот это вот генератор тоже стоит зазор в один блок теперь можно отправляться на базу и заниматься уже подключением самой мге сети значит что у меня в планах я планирую от ветрогенераторов запитывать им есть сеть я сделал два бетро буфера но на самом деле будет один только используется второй сделал для наглядности но где-нибудь он чуть позже может пригодиться значит сюда опускается энергия 2000 и у соответственно нужно будет это напряжение понизить но чуть ближе к тому месту где будет происходить подключение питания камней сети так значит здесь я пожалуй поставлю трансформатора который будет работать в понижающем режиме соответственно он принимает 2000 и у отдает 512 4 ампера здесь поставлю кусочек провода так здесь батаре буфер нет немножко нужно сдвинуть вот сюда на один блок трансформатор соответственно здесь кабель здесь будет стоять батаре буфера можно сюда теперь закинуть батареечки так а правильно я по ценю трансформатор или нет надо его развернуть так вот сейчас энергия пошла значит здесь я для наглядности хочу поставить еще один б 3 буфер с тем чтобы показать что у нас энергия сначала пойдет самый ближний батаре буфер с первого раза как-то получилось немножко неправильно поэтому пришлось здесь сделать вот такую загогулина вот сейчас энергия поступает довольно таки бодренько вот в эту дальний батаре буфера но по-хорошему энергия потечет в ближайший батаре буфер если мы его подключим то есть в дальний она больше не поступает она поступает в ближний батаре буфер а соответственно ветряком у меня будет запитана и мне сеть а если вместе будет хватать у нее здесь будет запас свой какой-то энергии то уже остальные излишки энергии пойдут у меня в основной батаре буфер и будут подпитывать все остальные машинки единственное здесь нет свободного подключения нужно будет здесь сделать восьмижильный алюминиевый кабель и сюда довести провод и подсоединить его ну а вот этот батаре буфером был так для наглядности чтобы продемонстрировать что у нас энергия пойдет сначала к ближнему потребителю соответственно что я хочу еще сделать взять проводочков для месити здесь я отключаю приемчик энергии и снимаю отсюда ну и здесь нужно хорошему сделать соединение так у меня здесь бетон да это бетон а значит им есть сеть у меня снизу идет хорошо здесь просто кабелем делаю соединение еще возьму устройство визуализации сети здесь у меня машинки которые будут заниматься автокрафтом скоро они появятся появятся здесь свои интерфейсы ну и вот здесь будет стоять приемщик энергии сам по себе приемщик энергии каналы не потребляет он только снабжает им есть сеть электричным как видно здесь никаких цифр нет соответственно нет потребления в каналах поэтому здесь нормально еще две машинки станут потом для автокрафта а значит что здесь батаре буфер полностью заряжен излишки энергии сейчас уходит во второй батаре буфер но им есть как видно горит работает остается излишки энергии направить в нужное русло именно вот сюда в основное энергохранилище сделал пару проводочков восьми жильных чтобы поменять вот здесь вот так здесь соединилась здесь теперь можно тоже подсоединять да конечно здесь сопли по навешанным она теперь я батаре буфер уже отключил тут полные батарейки подключаем теперь к основному источнику энергии здесь у нас все стабильно минуса не уходим то есть семье сеть поддерживается ну и сейчас заглянем в основной батаре буфера я так понимаю еще сейчас работают дополнительно бронзовые бойлер и стальные энергии бодренько прибывает в общем энергетический кризис я думаю преодолен на некоторое время но нужно энергетику не запускать и дальше заниматься ее развитием значит думаю сейчас нужно зачаровать пару сумочек 4 тира еще хочу открыть вот эти вот сумки кропс моторы у меня уже есть сумки есть зачарованные хорошо начнем с крупсов ведро и коса капсула увлажняющие арбуз и кусочки железа так что-то тут на выпадало но различные блоки декоративные нажимные плиты фертилия немножко почищу инвентарь ох куча саженцев так ну и солнечки 4 тира так пластинка из стекла самая обычная из укрепленного стекла две штучки промышленная информационная панель и узел передачи жидкости но панелька более-менее неплохая награда а на этом все всем пока панелька